Школьники с неподдельным интересом слушают спасателей. Как себя вести в сложной жизненной ситуации, куда обращаться и откуда ждать помощи. Об этом ребятам рассказывают спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда города Красноярска. И не только рассказывают, но и показывают, как оказать первую помощь пострадавшему. Знакомят со спасательным оборудованием. Ребята внимают. Сегодня я узнала, что делать, если человек перед вами упал на улице. Если, допустим, человек потерялся в лесу, что нужно сделать? Нужно сразу же позвонить по номеру 112 и сообщить спасателям, чтобы они выехали на место пропажи. И нужно звонить как можно скорее, чтобы шансы были больше найти человека живым. Что если человек упадет на землю, нужно ему помочь. Например, дышать. И поверить, что у него в ахту ничего нет, чтобы он не задохнулся, когда ты ему помогаешь. Красноярские спасатели не только являются действующими поисковиками отряда, который уже 26 лет выполняет свои главные задачи, но и посещают школы и образовательные центры с единственной миссией – предотвратить беду. Проводить такие занятия действительно важно, ведь зачастую именно после проведенной беседы дети впервые узнают, как себя вести в лесу, что подходить к открытой воде или выходить на лед очень опасно. И просто получают полезную информацию о важной профессии спасатель. Принимали участие на ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушевской ГЭС, ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, два же принимали участие на Алтае. Спасательские операции в горах – это Алтай, Тува, Кавказ. И также работают водолазы, что в зимний период, что в летний период. Чтобы быть спасателем, человек должен быть психологически устойчив, физически подготовлен. И, как ни крути, спасатель – это призывание. Должно нравиться, должен болеть этим. Вместе с людьми свои возможности показывает четвероногий спасатель по кличке Джек. И эта часть занятий ребятам особенно нравится. Собака очень умная, дрессированная, очень громко лает. Нет. Собака нужна для того, чтобы искать людей, если они потерялись или находятся в оброшенном здании. Как правильно обращаться с собакой? Вот если собака, к примеру, незнакомая к тебе подойдет, что нужно делать и чего делать нельзя? Нельзя. Вот если, например, тут собака перед тобой, нельзя его так гладить. Надо сбоку подойти и сбоку погладить. Она подумает, что ты на нее замахиваешься и укусит. Кинолог Антон Семенков рассказывает школьникам о том, какие задачи выполняет Джек. Что на его счету ни одна спасенная человеческая жизнь. Это собака-профессионал. На самом деле мы с ним коллеги. Я его проводник. Мы с ним напарники, скажем так. Сколько вы вместе уже? Мы с ним практически два года. Собака аттестованная. Аттестация у нас проходила примерно год назад. Аттестация проходит у нас в три этапа. Первый этап – это проверка послушания и ловкости. Второй этап – поиск в природной среде. И третий этап – это поиск в техногенном завале. В лесу, когда заблудились ягодники, грибники, приезжаем мы с Джеком. Ездили в Ижевск на взрыв газа. Тоже там собаку применяли. Чтобы служить в МЧС, собака должна быть адаптированной. У нее должна быть хорошая устойчивая психика. Конечно, дружелюбие. Она должна быть умная. И еще у нее должен быть хороший, громкий, звонкий голос. Ну, мы посмотрели. У Джека все эти качества имеются. И самое главное, что у него замечательный голос. Джек, голос. Сибирские спасатели до конца февраля проведут встречи со всеми артемовскими школьниками. Ребята узнают, что у поисково-спасательных отрядов целый спектр различных задач, которые выполняются только при совместной слаженной работе. Его главной целью являются заветные два слова – найден, жив. Луиза Сысоева, Тарас Боднарук, Светлана Нурик, Городские новости.